Привет-привет любители аниме! Лето уже наступило, а вместе с ним и новый аниме сезон. Представьте, яркое солнце, бесконечные пляжи и свежий морской бриз, а также самые горячие аниме новинки и продолжения, которые уже манят нас с горизонта. Сегодня мы собрались здесь, чтобы рассказать о том, что ждет нас в этом захватывающем летнем сезоне. И поверьте, это не шутка, он действительно обещает быть горячим. Но перед тем, как окунуться в прорву новинок, небольшое объявление. В данный момент мы находимся в поиске сценариста для нашего канала. По всем вопросам обращайтесь в дискорд, ссылка в описании, мы ждем именно тебя. Ну а с вами Кудасай, килограмм мороженого и хорошее настроение. Погнали! С 6 июля стартует долгожданный многими второй сезон магической битвы. Обещает 20+, серия откроется он аркой о прошлом Сатору и Гетто. Не менее долгожданный второй сезон реинкарнации Безработного выкатят 2 июля. К слову, у Безраба немного изменил состав. Режиссером ныне стал Хироки Хирана, выступавший помощником режиссера в первом сезоне. Сценарий пишет Тошия Оно, а дизайнером персонажей стала Саная Шимада. А еще второй сезон, но никак не третий. Тьфу. Там же, а именно 8 июля, стартует продолжение Блича, но 25 июня у первых двух серий будет ранний предпоказ. А вот сольют ли эти серии в сеть, уже другой вопрос. Хоремия внезапно вернется с новым сериалом под названием Хоремия Пис. Войдут в него те фрагменты манги, которые пропустил сериал в 2021 году. 6 лет ожидания и уже летом на свет родится второй сезон Мести Масамуны. Снимают все те же Сильверлинг. Также в июле ожидаем продолжения аниме Сатана на подработке. Анонс по нем грянул после финальной серии второго сезона. Завершает эту часть нашего парада хайповых продолжений третий сезон Девушки на час. Ждем ее все также в июле. 6 июля к нам вернется бродяга Кеншен, но как ремейк. Олдый готовьтесь встречать, снимает его Лайденфилмс. 23 июня стартует продолжение аниме «Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки». Планируется тайтл как фильм в двух частях, куда войдут восьмой том, где Каэда бросает хиканскую жизнь, чтобы пойти в школу Сакуты. И девятый, где Май выпускается, ребята начинают думать о будущем, но перед ними возникает Лоли Май. 7 июля выйдет аниме по манге Кот. Мастер на вселапки сегодня снова грустит. Забавная сказка о беззаботной дамочке, что днями напролет тонет в работе и абсолютно не успевает за собой следить. Но ей повезло, ведь дома ее всегда ждет горячая еда и уютный очаг, который поддерживает ее кот. Когда-то давно она подобрала на улице махонького котенка-бродягу, а теперь он непонятным образом вымахал выше нее и в домашних делах котан просто ас. Моя возлюбленная забыла свои очки. Летняя новинка от студии GoHands. Забавная история о соседях по парте, странной близорукой Аи и пугливом комуре, который втайне в нее влюблен. День за днем парнишка втихаря посматривает, как объект его обожания витает в облаках. Но вот однажды девчушка забыла дома очки и дистанция между ними резко сузилась. А вот вам классический сеттинг, где мальчик встречает девочку, но на сей раз в Академии магов. Вот только местные маги предпочитают волшебным палочкам с посохами зачарованные клинки и умело рубятся в ближнем бою. Все это мы увидим в июле в аниме Паранабе 7 главенствующих мечей, делает его Джейси Став. 8 июля студия Geek Toys выпустит аниме Паранабе лжец-лжец. Расскажет оно об островной Академии 7 звезд, где балом правят азарт и блеф, а все вопросы решаются посредством игр. И именно сюда залетает переведенный ученик, мигом одолев местную императрицу. Но несмотря на то, что он весь из себя такой уверенный, мудрый и агрессивный, на деле это лишь ширма, а паренек просто очередной лжец. Довольно редко удается увидеть аниме, где его тематикой выступает зомби-апокалипсис, но новинка с коротким названием «Зомби-апокалипсис и список из 100 дел, что я выполню перед смертью» готовится исправить эту проблему. Что по сюжету, то это чертовски забавная и в каком-то смысле даже поучительная история о парне, что словно в петле застрял на жуткой, бесперспективной офисной работе, разрываясь между желанием свалить и тревогой, что новый он уже не найдет. И вот однажды в его городе начался настоящий зомби-апокалипсис, и только тогда бедолага почувствовал себя по-настоящему свободным и счастливым. Ведь теперь ему не нужно переживать за ренту или вечно орущего начальника. Теперь он может делать все, о чем мечтал, абсолютно забив на былые тревоги. Производством занимается совсем зеленая студия BugFilms. Пожелаем им успехов. Поглазеть сможем 9 июля. Ну и куда же без Исыкаев. Один из таких называется «На самом деле я самый сильный» и поведает о забитом Хикане, которого так жестко загнобили в школе, что он пять лет просидел дома, помер и отлетел в иной мир. Тут богиня наобещала ему тихую мирную жизнь принца и читовый скилл, но перестаралась. В итоге бедолагу приняли за мага беспособности и бросили в лесу умирать. Там он, будучи младенцем, отлупил Фенрира, получив подручный мощного демона и обрел новую семью. Теперь-то парень заживет, но едва ли спокойно. Второй на очереди Исыкай от Махофилм Паранабе. Хоть я только первый уровень, но с этим уникальным навыком я стану сильнейшим. Расскажет оно об очередном трудяге, что уработался насмерть и отлетел в Исыкай. Тут все качаются и пылесосят данжи, но наш парень проклят и выше первого уровня подняться не в состоянии. Однако, как и полагается, есть у героя чит-навык. В данжах у него максимальный шанс дропа. Его-то он и использует. Следующий на очереди Исыкай Паранабе с супер лаконичным названием. Королева, ставшая причиной трагедии, сделает для народа все, что в ее силах. Сказка о довольно ответственной школьнице, что угодила под колеса машины и переродилась в любимой атомной игре, причем не абы кем, а мерзкой принцессой. Всю игру-то мучила, да истязала подчиненных и население страны, опьяненная властью и читерскими скиллами, а в конце становилась финальным боссом. Но наша девчуля, как понимаете, не такая. Все свои чит-навыки и влияния она пустит, чтобы поддержать народ и близких, а заодно избежать бесславной смерти, которая, как и положено, ждет отпятую негодяйку в конце игры. Что? Что говорите? Мало Иссыкаев? Ну, ловите еще. В июле запустят аниме Паранабе Сейджа Мусоу, или по-нашему Непобедимый Святой. Сказка о трудолюбивом, неунывающем пареньке, который при жизни добивался всего сам, а потом вдруг оказался разменной монетой в споре двух башков и отлетел в Иссыкаев, где обрел дарт целителя. Знать он о новом мире толком ничего не знает, как и о собственных навыках, а потому будет пробиваться смекалочкой и рабочим этикетом, который в Японии вызубрил от и до. Снимают сериал на мощностях Йокохама Анимейшн Лапы, Клауд Хатс. Пожалуй, самый абсурдный Иссыкаев за все время, это я переродился торговым автоматом и скитаюсь по лабиринту. Господи, что? Японцы, вы серьезно? Ох, ладно, к сюжету. История о парняге, который жизни не видел без торговых автоматов и отлетел в иной мир, спасая один из них под колесами грузовика. Следом, герой внезапно обнаружил себя на берегу реки в одном из данжей и... сбылась мечта всей его жизни, теперь он сам стал торговым автоматом. Но автомат есть автомат. Так бы он и стоял, никому не нужны, но на горизонте нарисовалась симпатичная девушка, прихватившая непонятный ящик с собой. Кого заинтересовало, смотрите 5 июля. Ну и на десерт аниме-сериал Паранабе Сладкое Перевоплощение от Синерджи и Спи. Еще одна история о попаданце, который переродился аристократом. И пусть семья его не столь богата, парня это мало саботит. В прошлой жизни он был многообещающим кондитером. И теперь все его мысли о том, как бы скинуть с себя клеймо управителя, да сообразить всяких разных сладостей. В июле от студии Актос запустят аниме Паранабе Класс для героев. Добро пожаловать в бескрайний мир меча и магии, где когда-то правил могучий владыка тьмы. Пока такой же могучий герой не нападал ему. Позже для битвы с темными силами открыли Академию Героев и заправляют там по классике непобежденная и всеми уважаемая цундеры по кличке Императрица. Но так уж вышло, что вскоре ее негласной тирании придет конец, ведь на горизонте уже нарисовался абсолютно обычный паренек по имени Блэйд, который не просто обуздает ее, но еще и всю Академию на уши поставит. Обычным фэнтези и романтике в этом сезоне также нашлось место. Первое такое Святая Сесилия и пастор Лоуренс. Расскажет оно о Святой Деве Сесилии, благочестивой даме, которая всегда готова выслушать прихожан и помочь всякому страждущему. Но есть одно но. На самом деле это лишь фасад для ленивой, бьющей баклуши неряхи, которая постоянно жалуется и во всем полагается на добряка пастора по имени Лоуренс. Запустят также в июле, а делают тайтл студия Дага Коба. Следующее фэнтези аниме по манге Хельк. Добро пожаловать в мир, где герой нападал Корлю Демонов, и силой тьмы в срочном порядке организует турнир, чтобы выбрать нового вожака. Но что это? Среди претендентов внезапно оказался человек, улыбчивый, накачанный мужичок по имени Хельк. Тот уверяет, что ненавидит своих сородичей и непременно изничтожит человечество, но вот стоит ли ему верить? Манга, к слову, закончилась в 2017-м и насчитывает 12 томов. Стартует она с 11 июля, обещают 20 плюс серий без перерывов. Экранизациям по играм тоже нашлось место. И одна такая называется Отелье Райза, о самых пышных ляжках и алхимии. Трудятся над ними Лайден Филмс, запустят ее 1 июля. Еще одно фэнтези-аниме под названием Генджи Цуно Йохане – Sunshine in the Mirror об альтернативной фэнтези вселенной Love Life, где девчата из группы Акворс живут в мире меча и магии. Студио Бланк и Гора летом представит свое оригинальное аниме под названием Аяка. Расскажет она о пареньке, способном управлять водой, что однажды возвращается на родные острова, где ученики и его покойного отца хранят баланс и какую-то загадочную тайну. То и дело, враждуя при этом между собой. Разбавляет все эти анонсы мистический детектив Фарс из убийства девушки-нежити. По сюжету. Конец 19 века. Жену некоего вампира жестоко убивают, и этот вампир хочет расследовать убийство. Потому в помощь ему выписывают детективы из клетки. Причем, из клетки буквально. Запустят тайтл в июле, а снимает его синий Тиамата на студии Лейпинтрак. Летом фанатам Фэйт тоже будет что посмотреть, так как выйдет спешл по Фэйт Стрэндж Фэйк, который, к слову, должен был выйти еще 31 декабря прошлого года, но переехал из-за проблем с производством. Что это? Первоапрельская шутка Нариты, вышедшая из-под контроля прямо в роман. Рассказывает она о криво скопированной американскими магами Третьей войне Грааля в Калифорнии. Из-за ошибок в ритуалах тут был потерян класс Сейбер, а понятие герой было стерто, из-за чего стал возможен призыв необычных слуг. Студио Гокуми и Аксис выпустят аниме Паранабе из Мечтателя в Реалиста. Поведает оно о наивном шкалере, который с самой младшей школы мечтал о цундерке и первой симпатяге класса. И сколько бы раз его не посылали, он был уверен, что красавчик и когда-нибудь они будут вместе. Но годы шли, ребята перевелись в старшую, и тут главный герой осознал, что отшивает его недаром. Никакой он не красавчик, и девушка ему не светит. В шоке от собственной дурости, парень резко прекратил все нелепые подкаты, и тогда его любимая цундерочка задалась вопросом «Куда пропал?». Немного милого ромкома нам не помешает с таким же милым названием «Маленький сэмпай с моей работы». Расскажет оно о работящем пареньке из рядового японского офиса, которого всячески подбадривает и охаживает миниатюрная сэмпай. Снимают новинку Project Nine. Кинемоцитрус представят в июле сериал «Паранабе. Мой счастливый брак». История несчастной, никому не нужной дочери знатной семьи, коей в отличие от прочих дам ее рода, довелось родиться без особых способностей. Родная мать ее умерла, мачеха из ревности возненавидела и низвела до служанки. Но дальше хуже, ведь примеру матери последовала и сводная сестра, а следом и лучший друг предал бедолагу ради выгодной партии. Дошло до того, что девушку без спроса выдали за нелюдимого дворянина, который по слухам просто ужасно обращался с дамами, но парень оказался не так плох, как о нем говорят. 9 июля выйдет аниме по манге «Темное собрание» от студии OLM. Расскажет оно о пареньке с психотравмой, что с детства мог видеть призраков, который попал под раздачу и стал отшельником, закрывшись от окружающих. Тем не менее, стараниями неугомонной подруги детства он стал репетитором, и первой же его подопечной стала одаренная в мистическом плане девчушка, которая, недолго думая, втянула парнягу в охоту за духами. Ну и на завершение летом выйдут еще несколько продолжений. Пятый сезон прозы «Бродячих псов». Вторая часть «Обладатель серебряного сахара» и «Темный фейри». Продолжение сериала «Шпионский класс». Второй сезон «Молодой жнец» и его черная горничная. Ну вот и все. Теперь вы в курсе, что ждет нас этим летом и уже выбрали для себя годноту. Спасибо за просмотр. Хорошего настроения. Еще услышемся. Субтитры подогнал «Симон»!